5 августа 1941 года город-курорт стал городом-госпиталем. Именно в этот день военный эшелон привез в Сочи первых раненых бойцов. К тому времени под госпитали здесь переоборудовали 24 санаторных учреждения, в которых оборудовали 12,5 тысяч коек. В целом же с 5 августа 1941 года по 1 июля 1945 через госпитали Сочи прошли сотни тысяч раненых воинов. Если же быть точнее, медики, работавшие в сочинских госпиталях, подняли на ноги и вернули в строй 335 тысяч 955 солдат. Люди в белых халатах, отмечают сами ветераны, тоже ковали победу. Медсестры, которые были на переднем фронте, вытаскивали раненых тяжелых бойцов, наши спасители были. Мы обоевали до самого последнего возможности. Старались не идти ни в госпиталь, никуда. К сожалению, миллионы людей не сумели отстоять своей дороги и ушли из жизни. Ранним утром мемориальный комплекс «Подвиг во имя жизни», посвященный медицинскому персоналу города-госпиталя, собрал десятки сочинцев, представителей администрации курорта, городского собрания Сочи. Только вот ветераны в таких мероприятиях участвуют все реже. Здоровье уже не то. Традиции и память о великом подвиге с каждым годом становится более значимым даже. Это видно по тем настроениям, с которыми приходят наши горожане и в день победы, и в день начала войны. Патриотизм жив в наших сердцах, а это значит, что мы будем вечно непобедимы, мы вечно будем сильны. И, конечно, этот подвиг во имя жизни будет в памяти наших горожан всегда. После войны 150 тысяч медиков были награждены различными медалями и званиями, кто-то даже посмертно. Сегодня же память людей, совершавших подвиг во имя жизни, почтили минутой молчания. Состоялось и традиционное возложение венков и цветов к мемориалу.